Путь к большой сцене в нашей стране барабаном проложили пионеры, которым они достались наследство от военных оркестров. Первый пионерский журнал и вовсе назывался «Барабан». Вот так строим шагали советские дети. Барабанная дробь была неотъемлемой частью любого пионерского слета. Позднее появляются первые школы барабанщиков в СССР. Несмотря на развитие музыки на Западе, процесс обучения и стиль так называемой академической игры в нашей стране менялся не сильно. Вообще я увидел рекламу барабанной школы по телевизору и сразу побежал к маме и сказал «Мам, хочу играть на барабанах». Она меня сразу записала. Мы играли в ансамбле в школе и там все как-то более строго и более скучно. Мне даже не давали вот этой динамики что ли, я более играл что-то спокойное. За свою многовековую историю барабаны сильно эволюционировали. Теперь их звуки можно без труда найти в сети. Но музыканты уверяют, живой звук не сравнится с электронным. Динамика, точно динамика, потому что без барабанов все звучит совсем по-другому. Процентов на 80. Разные барабанщики, разная динамика. Мне кажется, это идет в сердце. Официально День барабанщика отмечается во всем мире 7 ноября. Однако на этот счет существует альтернативная теория среди музыкантов. Когда отмечается День барабанщика? Конечно же 11 ноября. Почему? Потому что 4 единицы в дате символизируют 4 палки. Иван Сайенов, Евгений Бушуев. День в событиях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...